МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это новости в студии Джамиля Шарипова. И коротко о главных темах в этом выпуске. Массовое отравление в Хасавюрте. С признаками кишечной инфекции госпитализированы почти 90 человек. Большинство из них дети. Герои среди нас и Махачкаля награждали медработников, которые в экстренных ситуациях спасли людей. Гран-при за лучший национальный танец. Из Саудовской Аравии со всемирного конкурса вернулся ансамбль Авадана. С признаками кишечного отравления в больнице у Хасавюрта госпитализировано 86 человек, из которых 72 ребенка. Состояние пострадавших оценивают как отравление легкой степени, сообщает Министерство здравоохранения Дагестана. В связи с этим в Махачкале под руководством председателя правительства республики Артема Сдунова прошло экстренное заседание. Причины отравления пока неизвестны. Расследованием этого инцидента занимаются специалисты Роспотребнадзора. В городе организован подвоз воды. Населению всей республики настоятельно рекомендуется пить только кипяченую воду. В Хасавюрт направляются молодые медики и волонтеры для работы с населением. Водопроводная сеть города пройдет дополнительную чистку. Это событие происходит уже не один день. И оно нарастающим итогом идет как минимум с начала марта. Если посмотреть про возрастной состав заболевших, почти четверть – это дети до года. Но это опасность и угроза для жизни. В чем дело? Что у нас происходит? Но мы же с вами вместе собирались и говорили о том, что если анализ невозможно провести в районной поликлинике или больнице, его надо направлять сюда, где новейшее оборудование. С полной ответственностью. При этом и ответственность перекладывается сюда. Понимаете? Вот вам классический случай. Это что происходит? Скрывают информацию, не направляют анализы. А как только направляют, все раскрывается. Никакой случайности, никакого форс-мажора. Здесь просто кто-то не выполняет свои обязанности. Вы разберитесь и прорисуйте картину, при которой бы не допустила бы такой ситуации. Сегодня же в Хасавюрте состоялось выездное заседание оперативного штаба под руководством первого вице-премьера Анатолия Карибова. В ее работе приняли участие члены правительства и руководители профильных ведомств. Собравшиеся обсудили комплекс первоочередных мер для нормализации ситуации со вспышкой инфекции. Новые кадровые назначения. Победитель кадрового конкурса «Мой Дагестан» Мурат Шафиев назначен заместителем министра по национальной политике и делам религии Дагестана. До недавнего времени Шафиев возглавлял департамент образования и науки Муфтеата Республики. До этого успел поработать ректором Дагестанского гуманитарного института. Кандидат юридических наук – доцент. Врач не просто профессия, это образ жизни. В Махачкале в профсоюзе работников здравоохранения в рамках проекта «Герои среди нас» отметили медиков, которые в сложной ситуации не растерялись и оказали первую помощь. О том, какими качествами необходимо обладать, чтобы спасать людей, смотрите в сюжете Карина Баталова. Трезвый рассудок и горячее сердце. Именно это помогло, по словам наших героев, им в сложной ситуации. Один из недавних примеров – история главврача Цумадинской больницы, спасшего женщину на борту самолета – рейса «Москва-Махачкала». Дагестанка потеряла сознание, пульс не прощупывался, давала о себе знать недавно проведенная операция на сердце. Пилоты хотели экстренно посадить самолет, но Дибирасулая взял на себя ответственность и оказал помощь больной до прилета в Дагестан. Здесь уже ждала карета скорой. Сейчас женщина в удовлетворительном состоянии и находится под наблюдением у врачей. Дибирасулая Хайрува Магомедович. Три года назад Раиса Та и ее отец оказались в эпицентре взрыва у Джамикенского поста. Девушка училась в тот период на первом курсе фельдшерского отделения. Совсем юная, новичок в медицине, несмотря на ранения, ожоги лица и кистей рук, она пыталась самостоятельно тащить отца подальше от бушующего огня. У него моментально сгорели брови, волосы, лицо сразу проиграло такой багровый оттенок. Если честно, я его не узнала. Она с машины вытащила и тащит меня. Машина горит. У меня 100 килограмм. Я говорю, Райка, оставь меня, убегай. Сейчас газовый баллон взорвется. Нет, дочка плачет, тащит, тащит за руки меня. Отцу пришлось ампутировать ногу. Несмотря на это, он старается забыть о том страшном дне. Все больше вспоминая хорошее, радуясь каждому дню. А помогает в этом маленький внук Ибрагим, имя которому дали в честь травматолога медсанчасти МВД, спасшему вторую ногу отцу Райсад. Он также удостаивается почетной грамоты. Ибрагим Ибрагим Абутанибович. Доктора должно быть горячее сердце, холодные руки и светлая голова. И все будет у нас хорошо. Следующим врачом, удостоившимся почетной грамоты, стал врач-анестезиолог и аниматолог Абдула Абдулаев. Благодарные пациенты написали письмо и просили отметить скромного, талантливого доктора. Отметим, награждение проходило в рамках проекта «Герои среди нас», инициированного профсоюзом работников здравоохранения Дагестана. Любой желающий может поделиться информацией о медицинских работниках, которые заслуживают народное признание. Карина Баталова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Новости 24, Махачкала. Шоу аниматоров и бесплатные занятия с психологами. В одном из детских реабилитационных центров Махачкалы состоялся день открытых дверей. Акцию приурочили ко дню человека с синдромом Дауна. Прошедшего накануне. Организаторы постарались устроить по-настоящему теплый и солнечный праздник, как и сами люди с этой генетической аномалией. Пока детей развлекали аниматоры, родители смогли пообщаться и поделиться опытом. Ребята также позанимались в так называемой комнате релаксации, выполняли упражнения на развитие слухового восприятия. Этой акцией мы хотели привлечь внимание общественности к человеку с синдромом Дауна, чтобы люди не оставались в стороне, чтобы люди обращали на них внимание, чтобы люди открывали этим деткам свои сердца, протягивали руку помощи, потому что это детки такие же, как и мы. Они ничем от нас не отличаются. И я надеюсь, что наш праздник сегодня удался. Юные музыканты, хореографы и вокалисты. Сегодня в Махачкале стартовал первый этап Всероссийского фестиваля «Хрустальные звездочки». Конкурс уже 11-й год проводится при поддержке Федеральной службы судебных приставов. Проект призван поддерживать детей из одаренных семей сотрудников правоохранительных органов и других госструктур. Участники фестиваля – это дети от 7 до 17 лет. Они разделены на две возрастные группы. Победителей определяют в трех номинациях. Исполнительское мастерство, вокал и хореография. Финалисты регионального этапа отправятся в Ставрополь, где примут участие во втором этапе. Так как лауреаты фестиваля конкурсов «Хрустальные звездочки», они участвуют в других конкурсах, при этом занимают определенные места. И опять-таки, это заявка для одаренных детей, чтобы показать себя, чтобы их увидели. Потому что у нас в жюри находятся в том числе и деятели культуры, представители Министерства культуры Республики Дагестан. И, соответственно, они видят, как у нас дети развиваются. В аэропорту Махачкалы торжественно встретили ансамбль «Авадан», который выиграл гран-при всемирного конкурса «World Folk Vision». Танцевальный коллектив из Левашинского района был признан самым лучшим в номинации «Национальный танец». Представили 9 танцев в нашей культуре. Это гидуевский танец, привидцы, лезгинька. Проходил он в Саудовской Аравии. Участие в нем принимали около 100 творческих объединений из 80 стран мира. Этот фестиваль сама проходит в разных странах. И в этом году был именно в Саудии, в Саудовской Аравии. Он должен был проходить с 8 по 20 марта. Был отбор. Первый этап проходил в городе Дербентли. Конкурс проходил около двух недель. За это время каждый коллектив должен был показать через разные жанры сценического и прикладного искусства богатство, самобытность и уникальность культурного наследия своей родины. В первую очередь, я скажу, сбылась моя мечта попасть, я всегда мечтала попасть именно в эту страну, на эту землю нашего пророка, Голова Аляния Сала. Народ был очень приветливый. Впечатления, конечно, мы все на эмоциях. Эмоции словами не передать. Нам очень понравилось. Отметим, Волк Фолк Вижн – глобальный международный проект, который открыт для культурного диалога с участием всех стран мира. Это была последняя информация. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!